Привет, котолюбители! Часто в семью с маленьким ребенком берут котенка, даже не подозревая, какие изменения это может принести в жизнь семьи. Часто меня спрашивают, а подходит ли котенок в семью с ребенком? Будет ли котенок царапаться? Возможно, родители не совсем понимают, что хотят взять под свою опеку такого же ребенка, но другого вида. Человеческого ребенка, в отличие от котенка, проще научить, как себя вести с котенком, чтобы не быть оцарапанным. Если поведение ребенка или даже вас будет вызывать у котенка стресс, котенок начнет искать убежище и не будет чувствовать себя в доме безопасно. Он может стать агрессивным и диким, потому проследите, чтобы ваши действия не привели к такому, либо не берите в дом животное, если ваша семья к этому не готова. У каждой кошки свой характер, но ко всем можно найти подход, а когда это еще котенок, ему намного проще привить как хорошие, так и плохие привычки. Потому не дразните котенка рукой. Да, это может быть забавно, и царапинки на руках быстро заживут, но котенок быстро приучится воспринимать руку как соперника, который нападает. Потому, повзрослев, кошка так и будет бить лапой тянущуюся руку и убегать, даже если ее просто хотят погладить. Берите котенка чаще на руки и садите к себе на колени, ведь там тепло и уютно, а кошки обожают такие условия. Тогда котенок будет знать, что вполне безопасно прийти и запрыгнуть на коленки, ведь там и погладят, и поспать в тепле можно. Если котенок брыкается, убедитесь, что когда вы его берете, он чувствует опору под лапками, иначе он начнет пускать когти в ход, чтобы за что-то уцепиться, ведь он просто боится упасть. Будьте последовательны в своих действиях и учите этому вашего ребенка. Тогда котенку будет легче адаптироваться, ведь котенок будет знать, что можно подойти к ребенку, чтобы тот его погладил, и потом котенка не дернут больно за хвост и не начнут мучить. Убедитесь, что вы и ваша семья готовы к котенку, чтобы ваше общение друг с другом не стало пыткой для всех. Кошки – это живые существа со своими привычками и предпочтениями, а не живые игрушки. Заботьтесь о благополучии своих любимцев и будьте их другом и семьей. Ставьте лайк, если согласны, а также подписывайтесь, чтобы узнать больше катафактов. Мяу! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok